Внимали, что это моя первая смерть, они взяли три бутылки водки, ну все, садись в подвале, давай пить. А ты просто бегаешь и врача ищешь, когда у тебя с инсультом пациент, чтобы он наконец-то осмотрел, принял и спас человека. Это был инсульт, и это была моя первая реанимация неуспешной. Я работала фильтром скорой помощи на станции скорой помощи областного масштаба, и я занималась тем, что я выезжала на вызова разного формата и оказывала первую медицинскую помощь. У нас не было какого-то разделения на разные категории вызовов. Это были общие вызова, начиная от детской температуры, заканчивая тяжелой травмой на улице или в общественных местах в целом. Это мой самый первый вызов, он для меня был самым сложным. Я, как сейчас помню, и адрес, и данные даже пациента моего первого. Это был самый первый мой вызов, как первого фильтра. И когда мне диспетчер передал вызов, он говорит, это легкий вызов, ты сейчас просто приедешь и отвезешь девушку в больницу. И я такая, все, хорошо, успокоились. Но когда я приехала на вызов, оказалось, что у девушки кровотечение было очень длительное время. И как только я попросила у нее удостоверение, к ней присоединились к самому кровотечению, присоединились еще и судороги. И для меня это был шок, я спрашиваю ее близких, а было ли такое раньше, и этого не случалось. А чтобы вы понимали, больница, в которую нужно было везти с судорогами, она находилась на другом конце города. И все это время, которое мы провели в машине, пока мы везли ее, судороги не прекращались, и реакции на препараты не было. То есть это мой первый такой, наверное, самый стрессовый вызов, который я запомнила, наверное, всю жизнь. Это судороги неясной этиологии. Ей так и не могли поставить диагноз в итоге в больнице, с чем связаны были эти судороги. Но она стала жива, она написала мне благодарность даже. И после этого она приезжала на станцию скорой помощи, чтобы познакомиться лично с нами. Самый неприятный вызов, наверное, это тот же самый-самый страшный вызов. Это был вызов, когда я приехала на обычный, казалось бы, вызов. Это сердечная астма. И когда я зашла туда, девушка была лежачей больной. То есть она уже не ходила долгое время. Когда я приехала туда, с ней была сиделка. Со мной была тогда студентка на практике. Мы зашли, начали оказывать первую медицинскую помощь, соответственно. После того, как мы практически закончили все делать, в комнату зашел ее брат с ножом. И начал просто за нами бегать. Он какой-то психбольной был. И, соответственно, это было очень страшно, очень неприятно. И вообще не хотелось бы вообще говорить и вспоминать больше об этом, как страшный сон. А вот та самая сиделка, которая была с пациентом, она как раз-таки его успокоила, вывела. Оказывается, это не первый раз, когда он видит чужих людей в доме и воспринимает их очень агрессивно. И начинает на них кидаться. И сиделка смогла его успокоить. Мы просто быстро оттуда выбежали и ушли, и доложили на станцию скорой помощи об этом. Постоянно, на самом деле, потому что специфика нашей работы такова, что мы приезжаем как раз-таки тогда, когда человеку максимально плохо. Он нуждается в нашей помощи. И, соответственно, человек очень хочет, чтобы мы помогли ему. Страшно самому. И на фоне этого люди тоже очень эмоционально порой реагируют. И бывало такое, что мы приезжаем даже на обычный детский вызов, когда у ребенка поднялась температура, допустим. И родители реагируют очень негативно. А вы что, не оставите нам лекарство? Хотя, ну, мы не должны этого делать. Было очень много конфликтов, связанных с тем, когда, допустим, мы приезжаем законстатировать смерть. И люди не всегда очень хотят принять это, воспринять это адекватно. Они готовы просто кидаться на тебя, ругаться с тобой. Нет, вы должны выполнить свою работу, вы должны вернуть его с того света, условно. И вот чаще всего на этом фоне были конфликты. Конкретно на мою было две жалобы, я их помню. Это были жалобы, когда я заставила пациента поехать в больницу. И после этого родственники начали писать на станцию скорой помощи, зачем вы насильно вывезли. Ну, я со своей стороны понимала, что пациент нуждается в работе специалистов высшего класса уже. Соответственно, это не первая медицинская помощь человеку требуется для того, чтобы спасти ему жизнь. Здесь необходимо попасть в больницу. Пациентка сама отказывалась, и после ее дочка и ее родственники связывались, составили жалобу на меня. Это была одна из жалоб. Человек был в крайне тяжелом критичном состоянии. Нужно было срочно госпитализировать для того, чтобы сохранить человеку жизнь, спасти ее условно. И сама бабушка, она отказывалась от этого. Ее родственники, которые были по телефону на связи, они тоже говорили, нет, оставьте ее дома. Ну, моя работа не позволяет мне оставлять человека в критическом состоянии дома. Ну, то есть чаще всего это бабушки и дедушки, они отказываются ехать в больницу, они думают, что вот в своей квартире лучше умру и все. Вторая жалоба была на то, что мы долго приезжали. Ну, кстати, наверное, это самая частая жалоба от пациентов о том, что скорая долго едет. Это хронические больные, наверное. Потому что хронические больные так или иначе обслуживает их поликлиника. Это неотложная помощь, которая выезжает. Та же скорая помощь, только выезжающая из поликлиники. Иногда бывает такое, что выезжает на нее и областная станция скорой помощи. И это те пациенты, которым, бабушки, которым просто хочется поговорить с кем-то, им скучно, которые придумывают себе заболевания обычно. Это люди, которые уже сами знают, что им сделать. У них есть все необходимые препараты для того, чтобы самим оказать себе помощь, облегчить состояние. Допустим, если это давление высокое, то просто выпить таблеточку тебе станет легче, допустим. Уже люди не совсем хотят брать на себя ответственность за свое здоровье, за свое лечение, за регулярное принятие лекарств. И мы уже этих пациентов знаем по именам, поэтому некоторым из них не очень хотелось всегда ехать. Да, было. И после этого было очень тяжело снова выходить на смену. Это был инсульт, и это была моя первая реанимация неуспешной. Я, когда работала вторым фельдшером, у меня было несколько успешных реанимаций. В этот раз я столкнулась с тем, что я только вышла на самостоятельную работу с старшим фельдшером в бригаде. И был очень сложный вызов. Я оказалась ближе всех остальных. Соответственно, мне передали этот вызов. Я приехала. И, кстати, мы приехали очень быстро. Мы буквально за 10 минут примчались туда. Когда я приехала туда, то женщина уже находилась длительное время в таком ужасном состоянии. Практически вообще не реагировала никак на обследование, манипуляции какие-то. Допустим, даже единственное, что она могла нам сказать, это зрачком двинуться туда-сюда, и все. То есть никакого телодвижения, никакой речи уже не было. Когда я попросила свою помощницу второго фельдшера принести все необходимые, соответственно, оборудования для того, чтобы оказать ей помощь, она сама же растерялась. И когда мы оказывали помощь, мне даже помогала ее старшая дочка, этой женщины. В итоге реанимация была безуспешной. Безуспешной, но я сама понимала, что здесь вероятнее всего она и не будет успешной, учитывая, как долго женщина находилась в таком состоянии. Крайне редко, если слишком поздно вызывают скорую помощь, удается довести человека до больницы живым. Либо он умирает в больнице, либо он умирает при наших манипуляциях. На этом вызове я была 40 минут. Я помню это, потому что обычно мы в течение 20 минут, сменяя дыхание на сердечный ритм, работая дефибриллятором, в зависимости от того, какая вообще реанимация происходит, что мы делаем. В целом 20 минут. Я была на вызове в 40 минут, потому что сначала мы в целом оказывали помощь, она была в сознании. Позже началась, соответственно, манипуляция с тем, чтобы оказать ей помощь непосредственно уже с дыханием, с дефибриллятором и так далее. После этого заполнение карты. В общем, сложности на этом вызове я была 40 минут. Такое случается, такое случается постоянно, потому что так или иначе у каждого врача, у каждого фельдшера свое видение на то, как лучше решить проблему. У нас, конечно же, есть алгоритм действий, у нас есть регламент. Но так или иначе, допустим, видя одни и те же жалобы, один фельдшер может копнуть глубже, распознать какие-то дополнительные симптомы и поставить более какой-то детальный диагноз. Не каждый фельдшер, на самом деле, способен на это, не каждый фельдшер хочет этим заниматься. Даже приезжая, допустим, если у ребенка температура и сыпь, кто-то просто скажет, наверное, это энтеровирус, отвезу его в инфекционную больницу, допустим. А кто-то начнет копать глубже, собирать анамнез глубже. И были моменты, когда, на самом деле, я была не согласна со старшим фельдшером, не согласна с врачом. Но здесь вопрос субординации. Мы никогда при пациентах не должны подрывать авторитет старшего фельдшера или старшего врача. Позже, когда мы выходим с вызова, допустим, или когда мы можем отвернуться, допустим, когда нас не видит или не слышит пациент, тогда мы можем переговорить что-то, но ни в коем случае не подрывать авторитет старшего фельдшера. На самом деле за все время, пока я работала, это были отличные взаимоотношения у меня, потому что я легко влилась в коллектив. Я успела сдружиться и с фельдшерами, успела сдружиться с диспетчерами, я сама успела поработать в диспетчерской, поэтому у меня хорошие были взаимоотношения с диспетчерской службой. И если говорить про водителей, то они все довольно таком постарше в возрасте, нежели я. Ты принесешь им вкусняшку какую-нибудь, чаю, да, и они вообще тебя благотворят. А если говорить про взаимоотношения в коллективе, они на самом деле очень разные, потому что все мы люди, все мы бываем разных характеров, бываем в разных эмоциональных состояниях, и поэтому день на день не приходится. Один день ты можешь дружить с человеком, типа все классно, мы работаем в смене, ты сидишь рядом, ты помогаешь вообще чуть ли не делала всю работу за первого фельдшера, потому что он тебе доверяет. На следующую смену может быть так, ты сидишь и молчишь, я делаю все. Ну то есть тут даже человеческий фактор больше влияет, наверное. Да, никогда не желать удачной смены. Это самая главная примета, потому что очень часто, допустим, я разговариваю перед сменой, иду на смену со своим, допустим, молодым человеком или с бабушкой, с дедушкой, и они говорят, все, удачная смена. Я такая, ептель-моптель, что такое? Ну все, это значит, что будет смена плохая, с тяжелыми вызовами и так далее. Еще есть приметы у водителей, они говорят, что ты грешил ночью. Ну то есть были какие-то сексуальные, возможно, у тебя интересные пробы ночью, потому что если тяжелые вызова идут подряд, начиная с первого вызова, то все, ну кто из вас грешный такой? И начинается обсуждать, что ну нельзя до смены, ну что, не знаете правил. Ну это чисто водители чаще всего так говорят. На самом деле это большая проблема, как справляются работники скорой помощи, они просто пьют. Ну то есть это, а что еще делать? Потому что у нас никак не работает, допустим, психологическая помощь, психологическая поддержка. Когда я только пришла работать на скорую помощь, когда я столкнулась с первой смертью, для меня это было таким стрессом, я писала, звонила подругам, я вот оказывала помощь. То есть у меня есть такая суперспособность у истинной, допустим, медработников, которые просто руки делают, даже если у тебя в голове просто шум и гам происходит, ты не знаешь, что делать, у тебя паника в голове. Твое лицо всегда держится смирно, ты всегда просто делаешь свою работу, все отлично. Но когда я села в машину после этой первой смерти, о которой я рассказывала ранее, у меня просто руки тряслись, мне было очень плохо. И тогда мне бы очень хотелось, чтобы после смены со мной встретился психолог, сказал, что это нормально, что люди иногда, к сожалению, уходят от нас и так далее, чтобы мне просто передали это. Надеялись же, просто моя смена, они понимали, что это моя первая смерть, они взяли три бутылки водки, ну все, садись в подвале, давай пить, все. Это единственная психологическая помощь, которая оказывается для медработников, наверное. Главная сложность, это, наверное, абстрагироваться, воспринимать пациента как пациента, не пропускать через себя все это. Потому что у меня было такое, что я не могла не пропускать через себя, я волновалась, я потом приходила в диспетчерскую, узнавала, выжил ли пациент, которого я, допустим, отвезла в реанимацию, что с ним, как с ним. После этого, кстати, у меня начались панические атаки, мне пришлось работать с психологом так или иначе, потому что я как раз таки пропускала все это через себя. И поэтому я не могла продолжать больше работать на скорой помощи. Для остальных то же самое, то есть если говорить про физическую какую-то сторону, то физически можно вынести это. То есть такой тяжелый график, когда ты работаешь сутками, но психологически это, наверное, самая большая проблема. Я решила уволиться, потому что, во-первых, я решила выбирать себя. Ну, после ковида, когда ты не видишь людей, своих близких людей сутками, когда ты не спишь нормально, когда у тебя нет возможности поесть, когда ты хочешь есть, когда у тебя нет возможности сходить в туалет, когда ты хочешь в туалет. Когда, допустим, ты приезжаешь на вызыва, где там просто расчленное тело, и ты просто спать после этого три ночи не можешь. Я выбрала свое психологическое здоровье, нежели работа с людьми. Это было, когда я работала уже психологом, когда у меня были панические атаки, и психолог сказал, в чем суть моей проблемы. То есть, когда мы совершаем реанимационные мероприятия, по факту, если мы видим, что человек уже умер, мы же должны продолжать это делать. Ну, а это всегда видно, когда человек уже как бы все, ну, он ушел от нас, как бы ты не смотрел на показатели, допустим, пульсы, ритмы сердца и так далее. Оно всегда, ну, стабильно, это одна полоска уже идет. И ты понимаешь, что, ну, как бы человек уже умер, но ты продолжаешь это делать, и своего рода это насилие над телом происходит дальше. И при работе с психологом она сказала, ну, либо ты отстраняешься, становишься очень холодной, не пропускаешься через себя, ну, то есть, все, ты вот так на расстоянии вытянутой руки и просто к работе относишься. Либо ты увольняешься, то есть здесь, ну, одно из двух. И я выбрала уволиться. Я не разочаровалась в работе, я разочаровалась в системе. Потому что для меня, когда я училась на фельдшере, я думала о том, что я пойду спасать жизни. Мы смотрели все сериалы «Клиника», «Доктор Хаус» и так далее. И мы все думали, я приду, и я буду спасать жизни. На деле ты просто выполняешь большую часть своего времени, рутинную работу, на которую скорая вообще не должна выезжать. Ну, то есть, эта температура, когда ребенок уже 4 дня болеет, к ним уже приезжал врач, дал уже назначение рекомендации. Они сомневаются в рекомендациях врача и думают, мы вызовем скорую помощь для того, чтобы нам подтвердили диагноз, подтвердили, что это лечение правильно. Блин, я училась 3,5 года. Врач учился 8 лет, 10 лет учился. Вы серьезно хотите, чтобы я подтвердила вам назначение врача? Ну, то есть, вот это очень сильно разочаровывала сама система, когда ты привозишь человека в больницу и думаешь, тебя должны встретить, должны открыть дверь для тебя помочь. Да, допустим, тебя должны встречать врачи уже. А ты просто бегаешь и врача ищешь, когда у тебя с инсультом пациент, чтобы он наконец-то осмотрел, принял и спас человека. Ну, то есть, я больше разочаровалась в системе, нежели в самой работе фельдшерской. Продолжение следует... Продолжение следует...